День добрый! Мы специально сняли эту вереницу машин, которая стоит просто на обочине дороги. А мы на самом деле находимся на горе, которая называется Навик-Самуэль, наверху могила пророка Шмуэля. Сейчас покажем ее вам попозже. Мы здесь остановились, потому что сегодня Кавхетия. Кто-то говорит, что это день Иерусалима, но в Шелханорхе написано, что это день, когда еврейский народ должен поститься, поскольку в этот день умер пророк Шмуэль. Так написано у автора Бааля-Лахот-Дуло, который приводит Ту, Шелханорх. Мишнабрура говорит, что в Мигелат-Таанит, в свитке дней, когда постятся и когда не постятся, написано, что день смерти Шмуэль-Анови 29-го Ияра, то есть завтра. И вы увидите, что завтра здесь тоже будут стоять вереницы машин, и люди будут подниматься на гору для того, чтобы помолиться на могиле пророка Шмуэля. Он умер 2900 лет назад. Люди идут туда, потому что в Шелханорхе написано, что это день, когда в Сабду-Бу-Колис-Роя весь еврейский народ держал траур по поводу этого суди, который помазал царя Шауля, помазал царя Давида, который стал человеком, который ввел царство в еврейский народ, который сказал, что у него руки чисты. И всякий человек, у кого есть претензии к нему, имущественные, может предъявить ему до того, как он ушел из этого мира. Вот такой вот человек, пророк Шмуэль, который был единственным сыном своей матери, которого она просила у Всевышнего, чудесным образом послал ему, ей его. И вот весь еврейский народ идет на его йорцы, и вы видите, вот эта машина, которая стоит за нами, она принадлежит человеку, пойдемте в баре покажите, она принадлежит человеку, который работает в качестве установщика кондиционеров, он устанавливает кондиционеры, вот видите, написано, что он устанавливает кондиционеры. А сейчас он приехал сюда для того, чтобы помолиться на могиле пророка Шмуэля, вот так вот, пойдемте. Машинок не дают подниматься, поэтому всем поднимаются на автобусе, видите, как плотненько, так сказать, все стоят. Посмотрите, рыбарь, покажите, народ плотно стоит. Он спрашивает, есть ли еще место для одной сардинки, финансы? Пойдемте наверх, наверное, лучше пешком. А вот смотрите, какой полицейский джипс сохраняет всю ситуацию, такую мощную. Вот, и здесь тоже, смотрите, тоже полиция, а мы сейчас пройдем. Здесь штаб организационного центра, полицейские, видите, такие синенькие палаточки, да, и в них, так сказать, организовывают, чтобы все это было безопасно. Здесь вот, на самом деле, это место, это бывший какой-то бассейн, да, здесь когда-то был бассейн, здесь все, это раскопки, посмотрите, это все раскопки. Вот в этих местах, они здесь объединены. И нас зовут, зовут. Нас зовут, он же командир. Идем, здесь хотят нам показать. Все показывают здесь все, что здесь происходит на месте. Вот здесь, видите, компьютеры установлены. Посмотри, рыбарь. Вот это вот, покажи, что здесь происходит. Шаром, куда-то? Но мы тут совершенно чудесным образом прошли через всех полицейских. Помните, мы снимали там, там, где был штаб полиции, потом был какой-то грозный дядька с большими погонами, нас пытался не пустить, а потом нас пропустили. И теперь мы можем увидеть, как здесь готовят огромную-огромную свечу, почти костер, обливают вату оливковым маслом, и говорят, что Адмур Миунгва придет и зажгет. Я не знаю, успеем ли мы, остаемся ли мы до зажигания. Я не знаю, как у нас получится. На самом деле, кто сказал, что это место, оно и есть могила пророка Шмуэля. Тут интересное мнение. Дело в том, что уже Рамбан писал о том, что есть могила пророка Шмуэля рядом с Иерусалимом. И, в принципе, написано, что пророк Шмуэль был похоронен рядом с Иерусалимом. И здесь написано, что его отец Элькана, он был Раматайм Цуфим. Он был в месте, которое называется Раматайм Цуфим. То есть, наши мудрецы говорят, что здесь была у него ешива из 200 пророков. Ра, Матайм Цуфим. То есть, он был Рош, Тареш, Матайм 200. Цуфим – это видящих. И это место называлось Раматайм Цуфим. И, в принципе, предположительно, это было здесь там, где сейчас находится могила пророка Шмуэля. Он всю жизнь прожил здесь, при этом странствовал по всему Израилю. Вот такая вот гипотеза, она, скорее всего, исторически верна, потому что у нас есть достаточно четкая массора, четкое предание о том, что пророк Шмуэль здесь был. Ну, вот так вот. Такая вот интересная вещь. Вот, Рабарий, снимите. Там солдатиков, которые идут для охраны. И вот ребята, которые... Это пограничники израильские. Окей. Ну, хорошо. Давайте немножко подождем, когда будет здесь сожигание. И посмотрим. До свидания.